Обломка. Обломка побегов на виноградном кусте. Это называет процесс удаления лишних, ненужных, мешающих побегов. Удаляются они либо вручную, либо при помощи секатора, если они достигли уже чрезмерного роста. А в какие сроки это проводится? Обломка обычно проводится до цветения винограда при достижении побегами от 20-30 сантиметров. Слишком ранняя обломка может привести к негативным результатам, поэтому торопиться с этим процессом тоже не стоит. Обломка относится к зеленым операциям, довольно-таки важным зеленым операциям, при помощи которой можно скорректировать некоторые огрехи, обрезки. Что достигается при помощи обломки? При помощи обломки улучшается проветриваемость куста, улучшается перераспределение питательных веществ от слабых побегов. То есть удаляя слабые побеги, мы перераспределяем питательные вещества, находящиеся в кусти винограда или поступающие от корневой системы, к основным оставляемым нам побегами. Вот, например, если рассматривать вот эту ситуацию, в данном случае вот этот побег, он основной, он сильный, он мощный. А двойники, так называемые, и тройники перехватывают питательные вещества. Поэтому мы их вот таким образом удаляем, они слабенькие, и у нас остается вот такой один сильный побег со цветами. Аналогичным образом поступаем с другими точками роста, удаляя вот такие слабые побеги. А как понять, что это слабый побег? Это видно визуально. Если сравнивать вот этот побег, он длиной уже 40 см приблизительно, и рядом с ним двойник, который в два раза ниже его по росту, меньше его по росту и хуже по развитию. Поэтому, чтобы он не мешал основному побегу, его лучше удалить. Если они уже немножечко одревеснели и плохо удаляются, чтобы не наносить серьезных ран, можно пользоваться секатором. При помощи этой операции, как я уже говорил, мы перераспределяем питательные вещества от корней к основным сильным побегам. А вот в данном случае здесь из одной точки развилось два сильных мощных побега, равнозначных побега. Их можно оставить оба. Еще такой нюанс и момент. Эта операция, при помощи этой операции, можно, как я говорил уже, исправить огрехи, обрезки, и можно немножечко нарушить корреляцию между корневой системой и надземной частью. Чрезмерно сильная обломка может привести, конечно же, к жированию побегов. Поэтому в этом случае нужно подходить очень аккуратно и не торопиться. Возможно, придется сделать вторую обломку еще раз дополнительно, с учетом того, что погодные условия могут измениться, могут ветрами что-то обломаться дополнительно до подвязки. Поэтому лучше обломку проводить даже, может быть, в два этапа. Вот еще один такой момент. В данном случае побег развился с нижнего глазка. Его трудно будет фиксировать, его трудно будет как-то закреплять, поэтому его лучше сразу убрать, чтобы он не мешал. Ну и он не нужен для этой формировки. Да, в данном случае это формировка горизонтальный двусторонний кордон, поэтому мы формируем побеги только развившиеся в верхней части. В случае же, если побегов недостаточно, и по вашему впечатлению, что куст недогружен, то можно оставлять и слабые побеги для того, чтобы полностью обеспечить нагрузку куста побегами и урожаем. Вот здесь в основании куста мы всегда оставляем сучок восстановления, двуглазковый сучок восстановления. Для чего мы его оставляем? Чтобы в случае повреждения надземной части можно было быстро и в короткие сроки восстановить структуру и скелет куста. Вот здесь развилось два побега. Можно оставить оба. Можно один удалить, оставить наиболее сильный. А можно наоборот оставить более нижний, удалить верхний. В данном случае я дам предпочтение верхнему побегу, потому что он более мощный. А эти удалю. И таким образом всегда остается сучок восстановления на случай повреждения штамба или надземных частей куста. Вот в данном случае вроде бы оставленный рожок должен развиться побега, но побегов не развился. Развился вот такой слабенький росток. Поэтому он совершенно не нужен. Мы его сразу удаляем, чтобы он не отвлекал на себя питательные вещества. Вот таким образом куст после обломки осветлился. Побеги потом зафиксируются под вязкой. Аналогичным образом поступит со вторым плечом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...